Рак почки встречается в популяции довольно часто. Соотношение заболеваемости мужчин и женщин примерно 3 к 1 считается, что статистически влияют на возникновение рака почки. Это семейные наследственные заболевания, это курение, лишний вес, системное применение мочегонных препаратов. В структуре заболеваемости в России и в мире рак почки занимает среднее положение примерно среди мужчин и среди женщин. Есть классическая триада рака почки, опухоли почки. Это боль, кровь мочи и пальпируемое образование в брюшной полости через брюшную стенку при осмотре. Однако стоит отметить, что в последнее время настолько изменилась диагностика и скрининг подобных заболеваний, то вот эта триада, по сути дела, большой опухоли, большого образованного образования уходит в прошлое. И на сегодняшний день львиная доля больных выявляет у себя опухоли случайно во время каких-то там диагностических мероприятий, скрининга, профосмотра. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что клиническая картина рака почки скорее не специфична. Цент может ни на что не жаловаться до определенной поры, когда опухоль уже вырастет до таких размеров, что она будет давить на окружающие органы и вызвать какую-то местную симптоматику. Рак почки – это гетерогенное заболевание во многом, и оно исходит из паренхемы почки, из функциональной ткани почки, которые фильтруют мочу. Но стоит отметить, что самым частым видом рака почки морфологическим является светлоклеточный рак. Все остальное, что мы имеем в органе у взрослых людей, по сути дела, это всякие редкие формы, но еще и где-то порядка пяти-семи процентов мы отводим на две доброкачественные опухоли – это ангиомиолипома и анкоцитома. Все остальное – это тоже мы должны понять, что все, что встречается в почке в виде опухоли у взрослого человека, по большому счету, с большой долей вероятности, является раком почки. Во время нашей жизни при нас происходит определенная революция в лечении заболеваний. В десятые годы, в двадцатые годы я еще сталкивался с такой ситуацией, что, по сути дела, никаких возможностей для системной терапии метастатического рака почки, по сути дела, и не было. Мы назначали цитокиновую терапию, и, в общем, единственное, что мы могли сделать – удалить пораженный орган. Но на метастазы было воздействовать очень трудно. В настоящее время появились несколько мощных классов подвидов препаратов, которые позволяют, если не полностью вылечить больного, то значительно продлить его жизнь, стабилизировать болезнь. Это и таргетные препараты, это иммунопрепараты, и их сочетание. И на сегодняшний день вся наука идет к тому, что наибольшие вот эти комбинации препаратов с большим количеством агентов, которые влияют на различные звенья развития опухоли. Эти схемы являются наиболее предпочтительными. Если это про метастатический рак, я говорю, а если говорить про локализованный рак, когда есть только опухоль в почке и нет метастазов, то на сегодняшний день сохраняющая почку хирургическая тактика находится в приоритете. То есть мы стараемся сохранить почку и выполнить малотравматичную операцию для того, чтобы убрать опухоль вместе с небольшим кусочком почечной ткани, радикально ушить эту почку, сохранив орган, но при этом убрав опухоль. Реабилизация после операции проходит по-разному. Если мы говорим про малые опухоли почки, то это легкий послеоперационный период, ничем не отличающийся от подобного при любой полостной операции. Если мы говорим про хирургические вмешательства на грани фола, в неком даже, я сказал бы так, хирургическом спорте, когда опухоль почки, вот у нее есть такая особенность, она может прорастать при запущенных стадиях в крупные венозные сосуды и по самому крупному венозному сосуду, нижней полой вены, распространяться как по стояку наверх к сердцу. И вот тогда действительно на первый план выходит большая хирургия, большая травматичность и, соответственно, более сложный период реабилитации. Но это все, как бы, с этим справляются и реаниматологи, и клиницисты, потому что профиль этих больных известен. Осложнения возможные тоже, по сути дела, и описаны в литературе, и встречались мы, соответственно, с этим профилем. Можно сказать, что львиная доля, там, больных с послеоперационным периодом после хирургии рака почки, они восстанавливаются штатно и довольно быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова